Приветствую, дамы и господа! Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где у нас сегодня первый взгляд на игру Revival Recolonization. Ради этой игры я поставил VK Play, надеюсь, я об этом не пожалею. И напомню, что игра в настоящий момент находится еще в стадии раннего доступа, поэтому если какие-то механики будут работать не так, как должны работать, если контента будет не так много... Ну, к слову, здесь даже написано, что Revival находится в разработке, больше контента и полноценного обучения будут добавлены в последующих версиях игры. В общем, версия достаточно ранняя, насколько я понимаю, может быть немножко сырой, но тем не менее мы в нее поиграем. Попробуем пройти обучение. Кстати, заставочка неплохая. Видеозаставка в обучении? Это неплохо. Озаренная светом тысячи падающих с неба звезд. Так, эта популяция земли падает. Девушка бежит. Я услышала голос Бога, созданного по нашему подобию. Ну, машину восстали. Все по старым чертежам. Когда заговорил все разум, земли, которую я знала, не стало. А, ну, собственно говоря, вот весь ролик. Окей, пошла игра. Сразу скажу, что игра весит очень мало. Для такой 4х стратегии даже подозрительно мало. Но, по всей видимости, я потихонечку начинаю понимать, почему это так. Ну да ладно. Добро пожаловать в Revival. Это пошаговая стратегия на земле после апокалипсиса. Игра использует систему всплывающих подсказок. Попробуйте навести курсор на текст синего цвета. Кстати, достаточно удобно и быстро откликается. Также у меня были небольшие проблемы с ОБСом. При смене экранов, так скажем, игра на ОБСе зависала. Поэтому я сейчас буду стараться одним глазом смотреть на монитор с ОБСом. Другим глазом буду стараться смотреть на монитор с игрой. Надеюсь, у меня это получится. Так, это кто? Это наша героиня? Тай. Таня Алазар. Интересно. Гибнущая планета. Весь этот хаос. Скажи мне, что это просто бред после анабиоза. Версия, кстати, 06.355. Клэм. Все это правда, моя дорогая. Мне очень жаль. Что здесь происходит, Клэм? Активирован протокол пробуждения. Неподалеку обнаружены признаки человеческой деятельности. Я отметил их расположение. Но есть один нюанс. Не могу подключиться ни к одной из глобальных сетей. Обеспокоимся об этом позже. Как любил говорить папа, многие проблемы решаемы одним легким поднятием пятой точки. Пора установить контакт с местными. Обращаю ваше внимание на интересные действия нашего ГГ во время простоя. Мелочь, как говорится, приятно. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы взять под контроль эмиссара. Лидер фракции. Взаимодействует с другими фракциями, кланами. Может строить города и спускать эдикты. В бою дает армия доступ к тактическим эдиктам. Окей, ваш аватар в мире ревайвл. Помимо возможности основать собственную фракцию, эмиссар был дает доступ к разнообразным технологиям и умениям древних. Щелкните правую кнопку мыши, чтобы подвигаться. Так, ну здесь пока ничего не активно. Уступайте в сообществе геймеров. Спасибо за всплывающую подсказку, но можно, наверное, уйти. А это знаете, что самое интересное? Я сейчас захватываю экран. По-хорошему всплывающих окон быть не должно. Но ВК-плей настолько хитрый, что он просто всплывает в игру. В стиме такого, кажется, нет. Нет, у меня даже когда достижения выскакивают, вы ничего не видите. Ну да ладно, пошли сюда. А, зеленые точки маршрута показывают, что отряда хватает очков движения. Ладно, ревайвл пошаговой стратегии. Да неужели? Которая действие осуществляется во время своей ухода. Кто бы мог подумать. В transformator время доступных действий нет, поэтому нажмите на завершение хода. Окей. Очки движения. Так, очки движения определяют, насколько далеко отряд может передвигаться в свой ход. Некоторые отряды дополнительно отнимают... А, некоторые гексы дополнительно отнимают у отряда одно движение при... Ну, такая сложная местность, в общем. Очки движения определяют, насколько далеко отряд может переместить в свой ход. Некоторые типы ландшафта, камни, деревья, болот, ледники, трещины требуют больше очков действия для преодоления или вовсе блокируют передвижение по гексу горы-моря. Если на одном гексе получаются камни плюс болото плюс лес, то их стоимость в адрес суммируется. Отряду понадобится намного больше очков движения для пересечения данного гекса. Но, ребят, я на самом деле буду зачитывать все, буду смотреть все. Честно сказать, у меня небольшое дежавю. Но... но играем. Да ладно, не буду оттягивать. Очень пока на Endless Legends похоже. Но... но да ладно. Продолжайте движение. Деревня. Даже не знаю, графикой как-то все это на нее похоже, но окей. В принципе, не так уж плохо. Я ни в коем случае не говорю, что это плохо. Просто... ну, просто похоже. Окей. Так, ближе дальше отдалить, кстати, нельзя. Но, скорее всего, это тоже из-за процесса обучения. Рожденный в небесах. Деревушка с тарелкой. Окей. Приветствую... Ганмал. Приветствую тебя, избранная. Я вождь Ганмал. Небожители, наконец-то услышали наши молитвы. С твоей помощью клан совладает с опустившимися на наши головы бедствиями. Ну, давай. И тебе здравия желаю вождь. Чем могу помочь? Немножко я пока не догоняю в плане озвучки. Ну, не в плане озвучки, а в плане диалогов. То есть, она проснулась после черта сколько лет в анабиозе. Она вообще не понимает, что происходит. Даже дрон не понимает, что происходит. Идет куда-то. То, что они разговаривают на одном языке, бог с ними. Здравия желаю вождь. Чем могу помочь? А, ладно. Окей, не вдаемся в подробности. В общем, нормально все. В наши земли пришли стальные витязи и устроили холода. Пока мы спохватились, погибла часть посевов. А еще нас беспокоят набеги благословенных братьев, наших милых соседей. Горя они синим пламенем. Стальные витязи, благословенные братья, извини, Ганмал. Я проснулась после очень долгого сна. И как... Как это не странно звучит, очень устало. Говори по делу. О чем тут разговаривать? Я вижу в твоих руках посох древних. А твой спутник создание небожителей. Они послали тебя отвести беду от рожденных в небесах. Я смиренно передаю тебе право руководить нами. Нормально. Так, мы теперь президент рожденных в небесах. Окей, это поселение клана. Группа людей на примитивном уровне развития собственными поселениями и вождем. Каждый клан принадлежит к определенному народу. У каждого клана имеет свое поселение и предпочтительный климат. А также набор из трех клановых свойств фракции может возглавить клан. Ассимилировать его, истребить или сделать вассалом. Вам надо возглавить. Прежде чем эмиссар сможет заложить фундамент новой цивилизации, он должен стать лидером одного из народов, посетив его поселение, а злафь обитающий в нем клан. Вставь в логове клана, фракция унаследует его свойства народа и предпочитаемый климат, а также три свойства ассимилированного клана. Хм, это на самом деле интересный момент, это и есть вот особенности ревайвл. Получается, когда мы начинаем игру, мы начинаем даже не зная, за кого в итоге будем играть. Кого нам нарандомит, теми и будем управлять. Есть, конечно, небольшая вероятность, ну не то, что небольшая вероятность, а возможность не присоединять первый попавшийся клан, скажем так, а идти дальше искать следующий. Но это, соответственно, откинет вас в развитие. То есть вы на несколько ходов просто потратите время на шатание по карте, вместо того, чтобы уже развиваться. Ну да ладно. Так, нужно встать рядом. Каждый клан принадлежит к одному из пяти народов, предпочитающие жить в одном из климатических поясов планеты, арктическом, холодном, умеренном, жарком или пустынном. Арктика, луга, пустыня. Но выбор определяет не только климат, от клана будет зависеть культура вашей фракции, ее политика, особое оружие, доступные постройки, даже уникальные науки. Интересно. Клан с клановым свойством. Каждый клан обладает улучшаемым свойством народа, дающим его клану фракциям определенные характеристики, снаряжение, бонусы и штрафы. С каждым свойством народа может быть связано до двух несовместимых свойств народа или клана. Фракции отлучают свойства народа, когда становятся во главе этого народа. Чего? Еще раз. Каждый народ обладает улучшаемым свойством народа, дающим его кланам фракциям определенные характеристики. так на бонусы и штрафы с каждым свойством народа может быть связано до двух несовместимых снар свойств народа или клана фракция получает свойства народа когда становится в главе от народа свойства можно улучшить ассимилировав план этого же народа победив возглавлен а ну понятно то есть нужно разные клана объединять в один народ ох 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 на клан с народным с народным основным свойством дети в вещи от природы тянется к знаниям кроме обычных свойств народа есть три клановых особенных свойства три свойства каждого плана определяет его состав культурной ценности с каждым свойством плана связаны определенные преимущества лишь трав а также до двух несовместимых свойств включая свойства народа процессе развития фракция накапливает различные клановые свойства постепенно формируя собственное общество в соответствии с пожеланиями йоми сара и граждан это на самом деле достаточно сложно выглядит достаточно интересно выглядит и честно сказать я боюсь насколько это все сбалансировано реализовано но да ладно прежде всего эти свойства скажутся на ваших отношениях соседями законники никогда не потерпит рядом воров или убийца фермеры философы не находятся не захотят жить рядом с дикарями другая важная сторона свойства народы клана связаны с ними штрафы и бонусы бонус клана плюс 5 к науке в конце хода не отнимаются очки действий по лесу плюс одна еда на гексах стих калисти по высокой растительности производства гексах с камня минус одно очко здоровье понятно к примеру цивилизованные дружелюбные потомки горожан свойства дети убежища чуть слабее на поле боя ведь они не столь заклинные брутально как собрать из более суровых климатических зон понятно я хочу посмотреть что же у меня прям за руку то есть вот еще что-то написано я ничего не вижу можно продолжить поиск ну ладно сглавляем поздравляю с повышением как мне теперь теперь величать о укоротительнице дикарей так где субординация клэм что такое почему она так себя со мной ведет хватит поясничать лучше подскажи как из этой деревеньки построить настоящий город с помощью чудес цивилизации конечно в нашей криокапсуле есть все необходимые для этого гаджета город построить нормально проверь свои карманы да наступит время прогресса построить город на зеленый метко показывает лучшее место для основания города города лучше сказать в родном климате понятно родном климате некоторые отряда также эмиссары шаманы и рабочие установят одночку здоровья вход а также получает одночку а за при входе в родной климатический пояс получают плюс одну а за то есть не хилится на дочку больше здоровья становится это интересно так и основные ресурсы от добычи которых зависит в условиях фракции деньги деньги энергия энергии не вижу еда еда производство шестереночки наука наука довольство тоже пока не вижу а говорят сделать здесь сделаем сейчас город занимает площадь 7 гексов стали уже какая-то здесь можно строить специализированный квартал нанимать войска с постройки первого города фракция также получает доступ к изучению новых наук и эдиктов науки понятные дикты что такое с помощью стратегических диктов можно запустить терраформирование изменение климата другие мощные эффекты штатном режиме дикты запускаются в глобальную сеть планетарного контроля всеразумом однако почти все его манипуляции с глобальной сетью можно имитировать задействовать капсулы дикта нужно лишь выбрать области и действия трудить запуск нокий так эта строка показывает количество ресурсов на территории города можно строить квартал увеличивающий добыча соответствующих гексов ресурсов один из следующих кварталов доступ средств открывает ну понятно то есть если мы на пища ставим квартал пищи будет больше пищи на науке больше науки то есть чисто теоретически если мы допустим на пищи поставим науку то это будет плохо и маленький бонус получим город возведен теперь можно заняться развитием клэм недостаточно просто облегчить жизнь этим людям нужно поддерживать в них стремление к прогрессу а не задаривать новыми игрушками начнем со строительства научным квартал действительно они только что с палками копьями не знаю дубинами бегали давай научный квартал построим не школу там не детский сад я не знаю ничего научный квартал нормально так 5 ходов выдавать 10 науки и одно одно жилье наверно тоже ли она сейчас видите один из трех то есть мы поставим научный квартал станет максимум 4 ok 3 жужжленка у нас уже сидят в городе так этот гекс подходит для наших целей так как он уже производит определенное количество очков науки а строительство научным квартала позволит повысить приток ресурсов к данному гексу ну да видите нам правда не дают посмотреть сколько бы с других производилась больше где производство можете видеть все кварталы скорость постройки совесть от очков производства вот они прирост производства город обеспечит отдельный гекс региона в которых он построен а также особое сооружение вроде промышленных кварталов так можно а здесь указано общее количество жителей города каждый житель может приносить городу 10 единиц еды производства денег и науки если поместить его соответствующий ячейку в интерфейсе города окно понятно здесь надо нам перетащить чпоника стала 10 обратите внимание как уменьшилось количество ходов до постройки окей назад перетащить нельзя открыть на все логично соответственно добавляем еду быстрее жители растут бонусы соответственно за местность за свойства за кварталы а за какие кварталы за столицу что ли смысле за центральное здание плюс 10 дается до повседневности плюс здесь и дается за центральное здание довольство гордит хорошо но без гиды население клан будет расти очень медленно нехватка рабочих рук нам ни к чему рекомендую построить аграрный квартал нам повезло старо рожденный в небесах представитель клана проявлять любопытство тягу всем новым будем несложно обучить их азам земледелия наука у нас минус 14 ох ничего себе ладно на этом экране отображаются все доступны для исследования науки технологическое развитие в вашей фракции достигается за счет изучения наук открывающиеся новые военные отряды городские здания другие прогресс в общем так земледелия земледелия окей на изучение потребуется определенное количество адов еще больше науки тем быстрее будет изучаться о да ладно не дали пощелкать очки здоровья 89 это как-то меня стукнул не знаю очки движения 57 из 10 ничего себе обзор урона дальности атаки нет мы совсем не умеем атаковать печально каждый ход город производит определенное качество ресурса время нажать кнопку к исхода так ты кто трон разведчик 6 здоровья минус 1 в конце хода серьезно он умирает я надеюсь что наш тренировочный дрон не будет умирать вот таня с 57 очками движения конечно радует ну ладно не буду я сейчас никуда и ходить все таки давайте за ручку пойдем по обучению избранная я видел как отряды стальных меняли климат с помощью особых капсул то им посохи заключена сил небожителю благодаря которой мы можем вернуть нашим землям прежний вид и сделать их пригодным для обитания суть по всему капсула лишь усилитель сигнала она связывается с сетью планетарного контроля теоретически я могу послать сигнал своего посоха в капсулу и запустить процесс староформирования клэм что скажешь этими технологии как прочими диктами заведовал всеразум если сеть планетарного контроля все еще активно возможно спятивший искин не исчез окончательно разумнее всего было бы отложить данную затею и затаиться до выяснения ситуации я не брошу этих людей на произвол судьбы клэм их жизнь только начала налаживаться тогда действую моя дорогая сайлас алазар призывал решать проблемы в порядке их поступления пора сменить кто куда побежала пора сменить климат на более благоприятный город получает ресурсы со всех гексов регионе при условии что на них царит родной климат разместите на игровой карте специальную капсулу эдикта инфракрасный нагрев бах-бах-бах-бах так давай установить капсулу нагрев сюда ну да получается здесь что не нагрев разве ну ладно 350 энергия запуск это просто а что же здесь тогда а холодный ну да вот конечно карта мне очень сильно и глас лэншетс напоминает эти ресурсики ну да ладно они сходом нормально программе мы там не сгорели те гексы регион на которых становится ваш этом климат приносит доход казну города да ладно чем больше лет региона будет иметь правильный климат и больше ресурс получит город то есть даже если он не входит в наш регион что ли в смысле вот в пределы города даже если они входят это странно станете родной климат на трех и более гексах местность плюс 4 местность плюс 20 я не знаю давайте еще где-нибудь вот сюда может вот к нему а здесь какой-то уж холодный вот так вот они так кнопка бах так давайте еще запустим чему нет что же все правый то жму левой на бах и да кстати чем больше клеток тем больше я больше что тем больше энергии тратится уж конечно так ведь поставить и вот так не знаю давайте так поставлю поближе на подойти то есть далеко кидать не умеешь а кстати границы счет уже это пока не пойду не хочу мы забыли выбрать эдикт а мне никто не сказал выбрать эдикт нормально почему не не то искал выбрать эдикт ладно так как и горд горд получает база ресурс каждый гекс в своем регионе регион часто карт которыми со фракции может построен участок от в котором и сарф рак сможет построить один город город получает доход со всех гексов региона доход отдельный гекс можно увеличить за счет изменений климата в заведении городских кварталов дальше постройки сооружений дерево эдиктов как гордо бывает ресурсы кей не совсем пока так мы что-то можем эдикт какой-то она у вас есть вот инфракрасный нагрев это то что мы сейчас применяем в бою нагревает выбранные соседи гекс на одну ступень климат если нагреть отряд на пустынном гексе он воспламенится интересно искусственная гроза вода и кислота проводит электрический ток не задать грозу включим а здесь через за реагенный выброс ладно давайте посмотрим не совсем на обучающие картинки показывали что вот все здесь настроили как бы больше доход стал давайте посмотрим вот запомнили 2015 ну ладно наука сейчас за это прибавится 1532 30 а что такое планы империи не изучаются так мне никто не подсказал капитализм плодородие ухты но это прям реально это сложится endless legends прям вот вот вообще собственной персоной там тоже было такое когда достигнем определенного этапа можно будет вот эти планы империи запустить и течение определенного количества времени будем бонусы получать у раз мы интеллектуалы давайте науку изучим сколько там было 1532 30 у тебя получилось после всех испытаний рожденными сахва истина благословлены я еще много могу сделать для клана ганма но сперва надо узнать что произошло с землей и колониями на других планетах неподалеку отсюда расположены руины хранящие древние знания я смог шифровать лишь крохи информации но вы двое справитесь лучше старика только возьмите с собой отряд бойцов и йочи просыпайся не очень ничего себе здесь будет спокоен вождь я позабочусь об избранной йочи что за йочи пора объединиться в армию выберите отряд щелкните на миссара так вы кто опять не не показывают 1 миссара щелкнуть ее чем стальные если подойдем ближе набросятся ты не хочешь оказаться в их когтях избранная любопытно всеразум создал автоматону в попытке доказать превосходство над людьми но не даровал им свободу воли будь осторожна таня кто знает что могло активировать автоном автоматонов после катаклизма нам нужна информация вперед блин я хотел на экономику смотреть здесь стать еще ничего не разморозилось как был холод так и осталось хотя здесь капсулу поставил нажмите пкм чтобы напасть на вражеский отряд войска атакующая армия войска обороняющейся армии так кто это у нас молотобоец в плаще с малым щитом а плащ защищает в основном от стыда и холода нормально каменный молот потому что дерево это уже не модно добро пожаловать каменный век этот молот неуклюжий тяжелый но очень эффективный бою боя хотеть ну и малый щит броня и укрытием такая что такой лучник в плаще с каменными стрелами короткий лук каменный наконечник и многие моложе обычной палки лук появился на свет когда человеку захотелось утыкать другого человека острыми предметами на расстоянии хороший лук с правильными стрелами оружие смертоносная от него не просто спрятаться окей здесь кто автоматон с ими излучателем 4 здоровья 4 очка передвижения урон 1 дальность 4 одну броню игнорирует плюс один к минимальному урону так и бьет цель током понятно ты кто автоматон железными руками есть броня урон 1 дальность атаки 1 так повреждает одну броню плюс 1 за за убийство и плюс один к минимальному урону я не понимаю почему у них урон один пишется по всей видимости это чтобы не облегчить задачу потому что очень мало урона но все ребят я думаю вообще все вопросы сняты битва происходит на ограниченном пространстве первый ход отдаются армии которая инициировала битву здесь отображены ваши войска находящиеся на поле боя здесь отображены вражеские войска на поле боя или подкрепление перед началом боя вы можете разместить свои войска отряда ближнего боя желательно передвинуть поближе к врагу так ну вращать я не могу по всей вместе из-за обучения отряд получает дополнительную защиту от дальнобойных атак когда находится рядом с укрытием каждое укрытие на соседнем гексе добавляет после не защите а интересно находящийся в родном климате отряд восстановит одно здоровье в конце каждого хода находящийся в вражеском климате теряет одно здоровье а если я хочу лучника еще перевернуть не нельзя 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 ладно так ну камера двигается а как хочу если повернуть не не хочу не повернуть понял не хочу значит не хочу так а ты чего остался на месте дружище ну ладно побежали летнись правой кнопкой а удар выбрать не надо бах одну броню сломал кстати дай показывать сколько урона несется а так вот ребята с палками просто испепеляют киборгов-убийц реалистичненько так уж не давай сюда не может стрелять до смысле далеко а даже можно еще не потраченные ходы тратить серьезно а ты что умеешь делать идти ты можешь делать интересно то есть она не атаковать ничего не умеет только дикты бахает отряд расположившись в лесу становится невидимым для так дальнобойным оружием соседних гексов нет ни одного вражеского отряда это интересно кстати больно негодяи ваш отряд поражен током в таком состоянии он не может передвигаться он способен атаковать понятно затянешься ночевалишься и просто так а ты кто а это крепление бабах ну понятно победа только знаете что ребят не вижу я вообще не вижу никаких показателей опыта то есть у нас ребята не прокачиваются ребят можно вешать на них обмундирование но нельзя прокачивать как по мне лучше бы наоборот ну да ладно хотя нет не менее нет наверное нет лучше это и другое скажу так и у героини опыта тоже нет вот это совсем печально конечно я не говорю что это плохо но как же я люблю вот такие стратегии с прокачкой а прокачка это же классно перки берутся даже цивилизации которая вообще не про прокачку который вообще не про солдат не в том плане не в тактическом плане не про солдат так скажем это там есть прокачка которая очень сильно влияет порой на результаты но да ладно окей это скорее минус чем плюс игре за победу вы получаете 200 энергии 1 и 4 электроники и 04 алмазика ух ты вы нашли старую ультрафиолетовую лампу и добыли из нее кварц 30 штук так еще мультик услышьте это такое обучение что скорее всего это даже задатки компании то есть настоящий момент такое базовое обучение она в дальнейшем скорее всего компания с этой миссии будет начинаться потому что ну делать ролики для обучения как-то стран есть хорошая плохая новость начнут с хорош несмотря на довольно примитивное строение устройство хранения данных рабочем состоянии плохая объединенного правительства земных колоний больше не существует а вы сами не могли догадаться до связь с планетами была потеряна с момента восстания всеразума и последующего катаклизма около 1000 лет назад это невозможно протокол пробуждения криокапсул должен был активироваться намного раньше весь смысл спасения нашей команды в том чтобы помочь устранить последствия бунта как только обстановка стабилизируется на протокол то мог повлиять всеразум мощности и скина вполне хватило бы ты не понимаешь клэм мы оборвали портальные связи между планетами с которых состояла нейросеть в один миг были уничтожены сотни связей и все разум окончательно свихнулся он не смог бы принять рационального решения даже если бы захотел секунду моделирую ситуацию брр ты права вернемся в поселение надо хорошенько все обдумать поздравляем успешно завершили текущий этап обучения ревайл находится в разработке больше контента и полной версии обучения мы добавлены будучи обновлениях нажмите кнопку о чтобы перейти главное меню и ладно ребята обучению прошли ну слушайте давайте наверное еще тогда полчасика поиграем штатные режиме так у нас на выбор сейчас два героя тану алазар и таня алазар а то но репутации 3 очки движения обзор деньги энергия довольства триогенный выброс инфракрасный нагрев капитализм интеллект и науки орудия труда это базовые его штуки так здесь и чуть побольше танюха видимо карманы распихала репутации чуть побольше здесь капитализм у нее плодородия и место орудия труда философия не знаю как уже к ней прикипел поэтому наверное и и выберем до таня алазар сложность ну для и разгляд нормально оставим стандартное развитие континента стандартная все ставим по умолчанию давайте посмотрим окей вы более-менее научились есть курить а что-то обучение все было не так агрессивно это что такое человек сразу как много ну ладно враги относительно однотипные какие-то окей так дрон дрон разведчик эмиссар таня алазар я бы на самом деле куда-нибудь вот сюда вообще с дроном пошел я ожидал что здесь поселение ладно дрон давай сюда и ладно нет поселений о 10 пустошей вы кто не степны и пустынные ребята военных так что им нравится война экспансии изменение климата не нравится его уничтожение автоматонов не нравится серьезно а незаконники дикари культисты все разума и выживальщики что-то мне не нравится второзведка стать есть я на самом деле сомневаюсь что здесь кто-то рядом с ними еще есть давайте наверное мы сюда еще сходим по посмотрим не нравится мне пока те товарищу включу себе великая пирамида аномалия прикол а никак не понять да что вот это темноте светится о падшие тоже так уничтожение руины мне нравится уничтожение руин влияет на лояльность но мы не особо и мутации мне нравится количество созданных гомо отрядов гомо отряда ладно нравится изменение климата нравится решительность атаки кроме нападения на автоматонов влияют лояльность принципе нормально так они тоже законники но это у них общая история они культисты все разума мультисты все разума но при этом ну ладно мутанты эти люди под знаком вопроса плод контролируемых кумулятивных мутаций бонусы плюс они добычи стратегических ресурсов 10 производства в конце хода и выживальщики они не отнимаются за в чужом климате у них ребята с колотушками лучник вращаясь с легкими стрелами а это кто ладно получается эти мне нравится больше чем эти эти значит будем захватывать тут будем строить тут захватывать один ход как видите потратили на поиски но плюс-минус здесь мы других не найдем здесь так как пустыня везде эта дрянь и будет привет друзьям дадут нам армию с трех отрядов пустынные построим город мутанты несовместимые свойства инквизиторы огнепоклонники и сталкеры культисты несовместимые свойства врагов враги всеразума законники несовместимые свойства воры и убийцы на втором уровне предмет небесный щит станет доступным ну ладно возглавить план более-менее они мне нравятся и город плохое 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 о отлично но три гекса надо так погоди три гекса а какими гекс нужны жарки а тут что пустынный пустынный жаркий если я оставлю здесь то получается только два гекса до наших будет что такое тынный жаркий но сначала капсул что надо воткнуть а вот интересно а мне надо охладить или нагреть на сейчас вот интересный вопрос есть жаркий климат а моим нравится нет погоди жаркий какой нравится пустынный 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 наверное охладить надо где выгодно строить город окей тайнах кварталы кварталы я не знаю дать попробую охладить а только то что почему на эскейп не сбрасывается давайте я здесь и попробую стать капсулу не знаю охлаждая я не думаю что 900 ничего себе как дорого очень много клеток будет так а ты кто жаркий это не жаркий это разведчик тебя посмотреть вот урон 1 дальность атаки 1 обзор 2 разведчик ну не знаю и разведай недостаточно места ладно это чья-то территория для этой территории вот этих вот детей пустошей похоже их нет завершая так еще что и стала арктический нормальный ход а как не из жаркого получить из пустыни точнее получить жаркий а если я сейчас а мне теперь денег не хватит чтобы все дела растопить нормально вы можете тогда строить здесь требуется пустыня что же где же вас строить то такая что так у вас пошло нетерпимость автоматонов нормальный ход плохое место для строительства у меня выбора особо нет ладно я немножко не понимаю тогда мне сейчас ходов не хватает чтобы построить или что да не хватало ходов окей город построили конечно страшную ерунду здесь ну на самом деле это надо прям какую-то я не знаю показатель то есть что мы во что можем превратить чисто теоретически если охладить из этом пустыню она не в арктику должна превратиться а здесь сразу несколько этапов проскочил и превратил сразу в арктику ну да ладно окей как говорится мой косяк что мы изучаем мы изучаем наверное а пошли фермерства получился у нас город научный квартал не вообще науки нет это печально да горд конечно получилась полная ерунда ну ладно мы же с вами тренируемся так скажу зато смотрите как производство много 59 от меня откуда столько местность плюс 45 видимо за горы отсыпали очень много производства и прям как говорится мое почтение слушать а с этими ребят можно поговорить а нет не с этими а ты кто уже ой 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 здесь уже екатерина антуанетта вовсю шагает так сказать интересно она ладно дипломатия кстати дети пусты шоке а у антон это не появилось странно я вроде как и увидела она вроде как должна была со мной заговорить после этого так могу на этих ребят напасть вот да ладно рафик ребята это же рафик ну да с вами пацанами конечно нападать на эту бригаду самоубийство поэтому я предлагаю еще немножко поизучать территорию что такое медь была на колбасу похоже ну да ладно наука ну давай искусственную грозу эдикте капитализм ады так а тебе кстати нельзя авторазведку включить обычного разведчика не у дрона о пророки солнце еще одни товарища давайте с ним поговорим дипломатия так ассимилировать их можно плавить клана не должна быть ниже 50 а сколько сейчас плюс 20 окей дар им он можно им принести дань потребовать торговля нельзя нанимать воинов у свободного клана лудитые очки здоровья отрядов первый второй эпох плюс один последующий эпох минус неси совместимы с милитаристами и так далее но с ними дружить надо чтобы потом их ассимилировать она перед этим лояльность должна быть ниже а вот она и плюс 4 идет наши законники хорошо ладят друг с другом это классно а если им подарок сделаю еще плюс 20 окей сразу заход на 8 прибавляется ладно будем с ними дружить значит но почему вот этот подружание мне не отражается она он же город построил он пожалуйста уже городок ассимилировали наших земцев странная поросль ну да на самом деле территорию здесь можно разглядывать кстати что такое плавающее дерево предков дает плюс одну энергию интересно территорию можно разглядывать то есть здесь это камни какие-нибудь нет ни камни что это у камни но вот аномалии какие-нибудь здесь стоят кругом пирамиды жаркие низкорастительность камни ну да камни определенные бонусы можно получать не знаю сюда посмотри да посмотри сейчас у нас научный квартал достроиться на кося человек конечно здесь что поделать тратил всю энергию просто на на мороз а вы кто а кто это был вашем городе построен квартал а слушайте квартал этот не дал еще плюс одну клеточку из пустыни кстати еще прибавилось это хорошо гарнизон 141 289 они нам их стреляют два рукопашник и один лучник таков можем построить так есть рабочий есть шаман шаман плюс один видимо одного может только шаман построить запускает и дикты умеет выращивать тотемные деревья интересно а войны дуболом в плаще треход строится давай построим то есть новую постройку вообще ничего не надо серьезно ладно так ну еще на один научный квартал строить соответственно не будем может быть тогда вот так сделаем чтобы побыстрее у нас люди росли в нашем городе то что если вы купить дуболомы сколько стоит 280 но я выкуплю просто чтобы он появился на следующий ход и мы вот сюда ударили хочется посмотреть что тут будет таковы кто отдел кадров что изобретено земледенье а теперь городах можно граждан квартал построить то это отдел кадров серьезно откуда они пришли ко мне что такое и чары вы что-то делаете так объединить она сейчас с этими ребятами же можно будет повозиться так у вас что дипломатия 88 над чтобы сделать вассалом явно не хватает не этого милитаризм не нравится что солдат обучаем уничтожать любые кланы ну нет этого пока не хочу атакуйте кого-либо помимо автоматонов ну не знаю вот эти вот пока какие-то непонятные ну автоматонов эдик давите здесь атака уже большая здесь уже бой не тренировочный быстро битву как нам шансов миллиард просто дается это странно потому что мы явно эдиком по силе проигрываем так дожди эти коты рукопашник дайте к рукопашник наносит три урона болян знаете что нужно делать нужно как-то прятаться вот так и ждать подкрепление на следующий ход я думаю что подкрепление это такие относительно бесплатные бойцы в том плане что из гибели не будет критичный поэтому они пошли в атаку явно а ты сможешь его убить отсюда блин только единичку стреляешь а ты теперь можешь выйти почему-то вытянем по лесу черт возьми пользу медленно ходит так ладно наши дружочки немножко побежали а у туда тягиваешься нормально каменные стрелы просто побеждают металл где вы еще такое видите сейчас хотят здесь две защиты у него дальнего выстрела а а у них нет дальних выстрела все рукопашники на меня сейчас едят явно ну ладно герои и пошли бить три урона в принципе ей паниковать на первых этапах вполне себе логично и чем-то он меня отравил чем-то у меня негодяй отравил так она и снасть либо возможно даже ром при взрыве 3 но скорее всего только ближний радиус повредит поэтому смысла нет так мы шум броню сломали нет не сломали ой чего а кого ну дарь а они просто в одной клетке так сошлись интересно и было не совсем понятно к он в итоге ударил а к лучшим получается или убивает сколько ученик нас урон наносит один ну да 0 убил ладно ты жди танкуй лучника пошел бить вот негодяй так ударов в спину тут явно нет 1 1 0 так а ученик пор кстати не может атаковать что логично надо отойти чтобы местечко суп ай ты ж но я же нажал почему-то не выделился замесили товарищей получили конечно урон но никто не не погиб что мы за это получим 300 энергии получили 5 и 9 электроники 0 6 алмазов и две тысячи золота просто нашли и смотрите если шкала заполнится на предел то произойдет высадка автоматом в который будут нападать на города или менять климат регионе при помощи капсул прикол и чем ближе к региону где была драка тем сильнее восстанет автоматом ведь они здесь какие стали и мы кстати еще убили автоматом что здесь у нас по и где здесь у них были где ты пацифисты и законники фермеры в на экспансии милитаризм лет у наших дипломатия где посмотреть свои свойства регионы анодные мутанты выживальщики вот на культисты все разума минус 50 к накоплению нетерпимости скачок нетерпимости все разума при победе над автоматонами понятно то есть мы автоматону шарахнули и соответственно них такой скачок произошел так ладно пророки солнце аж пять человек вот это вас деревня я понимаю так 88 надо интересно вот когда растет лояльность снижается или нет окей драк произошла мы соответственно давай куда им сюда здесь разведчик продолжая разведывать интересно вообще бывает лут такой неохраняемый пока что только кит города вижу через два входа вы сможете запустить планы империи но это конечно здорово так и запретено фермерство искусственная гроза а я кстати регион не построил они построил наука плюс один и в том смысле что это аграрный регион я хочу бахнуть у меня аграрного вообще ничего нет вообще ничего нет здесь он производства производства мы клетки не можем до покупать интересно как он принц под горд растет вот мы сейчас захватили вот эту клетку почему мы ее захватили на основании чего я ческать немножко не понял ну ладно на здесь построим что ли пять минут нажал вот здесь давай серьезно это в лес это же не лес но это же не лес там какие-то кактусы растут а низкая растительность окей спецотряды рабочий сколько стоит выкупить 320 денег вообще не жалеем потому что обучение поэтому вот так с вами что 84 кажется было 88 ну да ладно требовать дань и обязательства бла 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 довольство но придется копить довольство так на этих ребят нападать явно не вариант наверное уж конечно сходить на пайс 9 подальше но здесь просто нам ребят помогали из города там-то никто помогать не будет а вы кто алые страдники но на нас они не особо похоже это видим такие пустынные ребята или нет это мы пустынные эти такие жаркого климата значит таком дрон разведчик у меня погиб окей а могу я построить допустим еще одного обычного разведчика да тоже ускорюсь повторюсь это у нас первый взгляд поэтому здесь особо пока не заморачиваемся не знаю пойдемте может гробницу он сходим так что по науке принцип рычага охота у тетива есть хочу тетиву здесь искусственная гроза у нас появилась и фракрасный нагрев пустынные декса отнимает броню выравнивает пересеченную местность обалдеть поле низкой гравитации радиоактивный выброс посев спор создает низкую растительность контроль разума магия своеобразная получается выкапывая котлован под фундамент дома рабочие нашли череп неизвестного существа структура костей черепа очень похож на металла что будем делать отдать военному отдать ученым отправить музей закопать череп обратно дать ученым наверное осталось дождаться последствий меня на самом деле вот эта цифра немножко напрягает а здесь смотрите вообще все успокоилось вот тут вот товарищ стоит вообще как говорится нетронутый разведчик давай беги вот сюда куда-нибудь попробую там дипломатию наладить посмотрите эти древние руины вроде никого нет может быть бывают древние руины пустые что великая пирамиды бонус аномально активно потому что чужой климат понятно знать капсулу очищает от радиации превращать низкую растительность высокую встает болото место занято тотемным животным окей животным господи деревом не нужна пустыня пустыня не знаю давайте установить капсулу пешки попробуем 400 пускай а а вот здесь мы не захватим что ли типа арктику нельзя нагреть жарки 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 плохо что этих разведчиков нельзя авторазведом не включить что здесь сейчас у нас появится пустыня блин появится пустыня зачем я заморозку кинул а такая же большой молодец что кинул заморозку еще здесь нет никаких штучек интересных в аномалии просто и он можно будет захватить ну да ладно тогда двигаем назад и здесь еще одну капсулу бахаем а у нас энергии теперь не хватает ну да понятно да можно кстати есть пустые города а этот год уже залутанный понял себя сты города есть что лутать тоже есть но а в общем город еще 60 кварц нашли то есть принципе есть смысл бегать изучать железный заслон кстати так надо по всей двумя стимлиже подойти чтобы дипломатию начать нравится вырубка лесов уничтожение автоматонов им нравится ничего себе не нравится уничтожение тотемов и выращивание леса свинец они инквизитора плюс один урона против отрядов культистов все разума ничоси и но при этом они не очень научные жестянщики лан ребят вот такая вот на самом деле игрушка сложно пока что-то так сказать о ней судить потому что контента очень мало если судить по противникам они еще не проживаются ноги три вида противника пока что я вижу по крайней мере на старте сну скорее всего дальше когда вы начнете очень сильно воевать с противниками из поселений дипломатии что здесь у нас 80 до скидка идет чем лучше отношения они даже разведчиков считают вообще негодники соответственно чем больше лояльность тем меньше она здесь прибавляется чем ну да чем больше лояльность тем меньше прибавляется в общем вот когда начнете там вовсю воевать с другими игроками там да там наверное будет разнообразие но опять-таки на старте никого разнообразие не будет потому что будут солдаты с дубинками и будут солдаты с луками и в общем-то говоря все дальше да дальше там пойдет какое-нибудь вооружение есть нибудь сразу я угадал он стоит смотрите дубинка с кварцевыми шипами можно обратную обратно обычным заменить и станет чуть чуть больше урона брони пока никакой нет чего кстати щиты есть вот пожалуйста можем из бахнуть можем ему кварцевую дубинку дать и вот будет кварцевый баллов плаще то есть больше броню с большим уроном а можно 71 силы у него кстати можно существующих переделать вот это до модернизации армии а еще можно выбрать в какого в самого крутого моментально трансформируется но моментально все пожалуйста вот у вас уже две брони вот у вас уже три урона и теперь автоматонов можно лупить просто как я не знаю автобой кстати давайте попробуем быстро битва потеряли мы одного только что прокачанного товарища должна рабочий приходил на подкрепление вы нашли кошелек с монетками и нашли себе неприятности по всей видимости 9 здесь бойцов внезапно стало а здесь кстати 3 вообще ничего не изменилось 886 просто гигантская какая-то армия отсюда урок что не надо вроде как где я начал лес вырубать по всемисти прямо на городе я начал в батлес я скорее всего большой молодец так а что нас как город выбрать то есть можно стыкнуть куда угодно только не в центр понятно столица 34 и смотрите от того что растет город не прибавляются новые районы района прибавляются только когда вы строите другие районы то есть поставили район у вас еще немножко прибавилось поставили район еще прибавилось это на самом деле и странно и непривычно но в принципе наверное так пускай будет вот имперские планы можно запустить вот у нас есть 40 бах-бах плюс 10 еды плюс здесь науки теперь у нас будет на следующие ходы на определенную периодичность так скажем что могу сказать контент пока маловато скажем прямо вот это вся замута с племенами смотрится пока интересно но повторюсь как бы это не превратилась из-за муты просто во что-то мутное слишком это может оказаться даже не сложным а ненужным то есть большая часть контента может просто мим проходить кстати вот эту штучку еще не заметил что это уровень нетерпимости все разума шкала отображаешь текущий уровень нетерпимости исполнять течение времени когда шкала полно заполнится на планете начнется катаклизм и дикты все разума могут влиять на климат и даже на правила действующие на планете но понятно что на нас этот товарищ не зашлет и всем будет плохо ну кстати тоже интересно ну так вот я конечно за этой игрой буду следить я на черт возьми я что зря в к play что ли ставил нет я просто буду максимум из этого выжимать стать еще одно дерево здесь по видимо еще один какой-то клан сидит буду максимум из этого жимать будем мы за ней следить если хотите стрим по этой игре обязательно проект в комментариях пишите может быть еще посидим потыкаемся но как по мне пока что рановато объективно пока вот исключительно для фанатов так скажем этой игры для фанатов тестирования для не знаю для любителей endless legends вот да у меня к сожалению не так много чтобы заниматься тестированием игр поэтому я скорее всего ее пока отложу на неопределенный срок ну как не на определенный когда комить крупное обновление выйдет тогда на нее вернемся снова посмотрим ну а пока давайте прощаться всем спасибо кто посмотрел это видео если нам понравилось ставьте лайки в комментарии подписывайтесь на канал это очень приятно и крайне полезно для развития канала еще раз всем большое спасибо и всем пока